Здарова, мои маленькие любители стратегических игр и, конечно же, все жеужики привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет и очередная дуэлька в пятую циву. Карта Внутреннее море... Оу, я против гунов. Фак, ну у меня хотя бы пикты есть, но вообще против гунов жопа будет. Карта Внутреннее море, ну то есть она контактная во многом, да? Давайте, наверное, гляну, тут конец карты уже, ну вот сюда гляну. Но мне надо тут оставаться, потому что я сразу смогу пантеон получить. Надо будет, наверное, на пустыню брать пантеон, видимо. Нельзя строить Великую стену и Великую библиотеку. Он еще и на море, кстати, встал. Но тут надо через волю играть. Так, точно со скаутов начнем. Как у него... У него две еды и две деньги. Ну да, типа сахар, видимо, у него где-то. Да, но против гунов вначале очень тяжело, на самом деле. Попробуем, но... Да, и эти способности кельтов сразу плюс... Если два леса рядом, то плюс одну веру. Если больше, то плюс две веры. Вход имеем, поэтому я тут сразу получу пантеон. Ну, наверное, все-таки на пустыню надо брать. Ну, посмотрим. Еще непонятно. Вон какое-то чудо есть. Ну, тут точно надо через волю будет играть. В развитие я проиграю 100%. Блин, или... Нет, наверное, возьму на пустыню. Три, вот где-то здесь мы поставим город 100% рядом с чудом. 90 золота. 90 золота. Так, уберу свою ружу. 90 золота для игры через волю очень... Очень круто. Так, сюда прыгну. Вот тут пойду, надо открыть. Надо все еще скаутов. Потом монумент следующим буду строить. Ух ты, а что так рядом? Тут руинка, тут руинка. Прям в двух клетках руинки. Знаете что? Я хочу жителя. Нет, вот варварские лагеря мне вообще неинтересно было смотреть. Да, ну веру я быстро получу. Но мне надо будет на пагоды естественно брать. Так, что нам дальше? Ух ты, лошадей дофига у меня тут. Зашибись. Так, на майнинг точно. Ну, я тут дуболовом буду рядом ходить, а скаутами в основном буду все открывать. Ну, селиться есть где. Что у нас со счастьем? Раз, два, три, четыре. Четыре реса пока разных. Ну, воля выглядит неплохо. Тут вопрос, насколько далеко... Так, первым встречу первым встретил Монако. Насколько далеко гун вообще находится? То есть, по-хорошему, тагуну надо тупо выходить в его этих лучников, таран и быстрее бежать ко мне. И убивать меня. Так, ну, не знаю, давайте пока... Там у нас скаут и все. Давайте, наверное, сюда пойду. Так, ну, я бы культурку был не против взять. Вот она и пришла. Тут очень опасно через традицию пытаться играть против гуна, я вам сразу скажу. Конечно, мы не знаем, насколько хорош соперник, но... Так, хочу жителя. Ну, ладно, это тоже неплохо. Так, может тогда пойти с этим лагерем разобраться? Давайте дуболомом я сюда пойду этим скаутом вылечусь сейчас в Эдинбурге. Так, ну, пиктов надо открыть. Заодно железо посмотрим. Ну, что, заживемся с лагерем, получим денежку небольшую. Пиктами пойдем у Монако Дани потребуем. Я пока в данном случае пока не возьму коллективное правление, ну, то есть бесплатного посела и, соответственно, дешевле строительства поселов на 50%. Я поселенцев строить не буду. Так, тут вот, пожалуй, надо это выкупить. И, наверное, вот это выкуплю еще. Так, сделаем. Так, стоим, лечимся. Так, а до пиктов нам 4 хода. Ну, давайте рабочего. Стоим. Лечимся. Ну, пойду тут вот исследовать. Кстати, проход ко мне тяжеловат. Во-первых, тут Монако закрывать. Ему, наверное, придется Монако. А тут вообще одна клетка проход. Ладно, постою. Один ход, следующим ходом должны убить. Отлично. Еще-то никто и не появился за все это время. Здорово. Так. Пойдем с тем лагерем. Я думаю, что я тут где-то сейчас ГГшку встречу. Я надеюсь. Да, для игры в волю хорошие места. Мне нравятся. Как минимум здесь уже неплохих 5 городов можно поставить. Ага, вот и ГГшка. А вот и... Гун. Я думаю, он тоже в волю идет. Ой, блин. Дуболом его был. Я бы не обстрелял. Так, надо встретить ГГшку. Бухарест. О, он у него забрал рабочего. Так, а как бы его... Так, надо сюда прыгать. Скажи, иначе лучник нас обстреляет. Блин, значит, он где-то недалеко вот там за горами. Иначе не вижу причин забирать здесь рабочего. Еще далеко везти было бы. Так, мы пойдем разбираться с этим лагерем. Попробуем тут проскочить. Потому что тут сейчас варварский лучник тусит. Нет, смотрите, он в традицию пошел. Ну, что ж. Что ж. Это будет интересно. И даже пантеон на пустыне не такой плох, как кажется. Потому что есть клетки пустыни. Причем нормальные, которые будут обрабатываться. Ну, вот, например, вот эта пшеница на пустыне, по-хорошему. Так, что нам? Ну, можно, наверное, календарь открыть. Так, сколько у нас ходов? Четыре хода. И он взял... Ну, это обычный пантеон. Когда не знаешь, что брать. Так, тут надо только не забыть, когда мы... Вообще, надо сейчас это сделать. Потому что сейчас уйдет еда. Видите, минус один. Нам надо переключиться здесь вот так. Неудачно-то лучник тут появился. Ладно, давайте прыгнем, полечимся. Так, а вот пиктам надо сюда идти, чтобы дань... Хотя есть Бухарест. Ну, мы, наверное, сначала в Монако, потом в Бухарест сходим. Как-то так. Давайте еще одного пикта. Три хода и два хода у нас до... Ну, у меня должно быть больше. Армия, сто процентов. Так, пока еще, наверное, далеко до Монако. Да. Пять клеток надо. Раз, два, три, четыре, пять. Вот на этой клетке, по идее, я уже... Смогу дань потребовать. Нет. Так, босил у нас пойдет сюда сначала. Ну, кстати, здесь неплохо. Вот прям сюда, если ставить. Главное... Так, а Бухарест не хочет этот лагерь? Не хочет. Нет. Да, сейчас-таки одного пик-то маловато. Терегра хочет, чтобы я сюда... А, потому что тут лучник стоит. Ну, тут... Вы знаете, я лучше сюда поставлю, потому что тогда место вот здесь для города останется. Если я сюда поставлю, то тут можно будет. Я бы ставил город еще вот где дуболом. Ну, где варварский лагерь находится. Так, посила. Перехода по силу строится. Зашибись, по-моему. Блин, он еще и обстреливает там... Вот это он, конечно, хреново встал. Черт. Ладно, придется сделать так. Тут пока в защите стоим. Ну, я бы дальше не шел уже этим пиком, потому что нам надо будет сейчас идти еще к бух... А, хотя там можно попробовать рабочего захватить. Ладно, пошли. Да, вот это очень неудачно он тут. Главное, убить его не могу пока. Все, тут несколько ходов придется потратить. Ну, наконец-то. Чтобы, конечно, найти... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, этого мы поведем куда-то... Вообще, я бы туда повел, потому что тут мрамор у нас. О, а этот лагерь... Бухарец не хочет, чтобы я не хочет. Значит, мы подождем, когда он захочет. Так, куда нам дальше? Наверное, чтобы мрамор обрабатывать, да? Ну, вот как раз, вот видите, сюда. Блин, что такое обход странный. А, ну да, так быстрее реально. Ну, потому что тут рабочий что-то делает. Так, давайте, наверное, еще одного пикта пока. Немножко попозже посела сделаю. Так, ну, жалко, конечно, что он три... Три ггэшки раньше меня нашел. Наверное... Какой лагерь Монако? Блин, плохо. Тут, конечно, гун выполнит, скорее всего. Ладно, надо этот лагерь забирать пораньше. Не буду я ждать. Ну, то есть он денежку какую-то получил. Попробуем с Бухареста. Да, есть. А с Генуи? Есть. Вау. Т, конечно, денег набрал. Так, а стоит ли мы тогда туда? Давайте я сюда пойду пиктом тогда. Что мне там делать? Вот тут еще и город. Ну, мне кажется, он в Бухаресте захватил, похоже, рабочего. Тупо, чтобы мне не досталось. Но мне кажется, это зря. Все, ему слишком далеко везти было. Так. Давайте, наверное, рабочего. Кроме того, я ведь и в пирамиды иду. Я думаю, что мне иногда сейчас после рабочего будут пирамиды строить. Или посила, подожди. Нет, давайте посила. Блин, 471 деньга вообще-то фига. Так. Может, этим пиктом пока тут тусить? Чтобы, не дай бог, ничего не произошло. Да, но это точно. Здесь ставим город. Крокотау. Интересная, конечно, карта. То есть тут, в принципе-то, в развитие можно поиграть. Может быть, я этот лагерь очищу для Монако. Ну, хотя пиктом тяжеловато будет. Одним пиктом я имею в виду. Так. Дублин вырос. Сразу идем мрамор обрабатывать. У нас еще, вон, красители. Так, все, по-моему. А, еще соль есть. Господи. Так я могу спокойно ставить, да, город. Раз, два, три. Вот сюда, наверное, город я поставлю. И выкуплю просто эту соль. Тогда тут еще влез... Нет, подождите. Раз, два, три. Да, тут влазит, например, на красители. Так, короче, план на игру был выбран верно, я считаю. Так, куда дальше пойдем? Что нам вообще надо? Мачу-пикчу можно будет, да? Например, мачу-пикчу в моем случае. Ну и в деньги надо бы выбрать. Давайте тогда пойдем так. Я тут встану, чтобы вот здесь варвары не появились, чтобы я спокойно туда влез, если что. Ну, город поставил, спокойно. Еще где-то одна ГГшка, которая мне еще дань не заплатила. Где она? Слушайте, ну, вообще, с другой стороны, если бы я знал, что такая территория, то, может быть, и в традицию поиграл, потому что... Тяжеловато ко мне пробираться будет гуннскими ордами. Гуннским ордам тяжеловато ко мне пробираться будет. Так, Бухарест какой-то рядом лагерь. Серьезно? Это не рядом лагерь. Так, я боюсь, что он меня, скорее всего, убьет все-таки дуболома, поэтому поскакали-ка мы в другую сторону. Пускай он отвлекается на дуболом, а тут я пик там как выскочу, как укушу его за бачок. Будет знать. Нет, давайте все-таки пока так. Пока постою, наверное. Так, дублев, Кардин, Эдинбург. Не, ну... Ну, обстреливай меня. Че, не будешь? Подождем пока, на что он там решится. Не понял, а как посел там оказался. Ну, ладно. Да, точно здесь хочу. Тогда еще тут где-то останется, возможно, место под город. Так, где... где апостол? Мне нужно уже религию основывать. Черт, он убежал. Еще решит. Эх, су-ух. Куда? так а где я уровень лучника получил уровень окей так а пикт случайно не получит кардиф растет город ставим так пошли наверное этим пик там тоже на помощь здесь где-то тут должны быть города агуна блин где пророк мне придется самому религию распространять я надеюсь что она автоматически будет это делать так ну наверно амбар пока пока в развитии играем а а О, там пояс уйдет. Ну, у меня следующим ходом лечение пикта. Посмотрим. Ну, куда-то вот сюда вёл. Подкрокотал. Но, походу, я раньше не успел. И это здорово. Ух ты. Так, убиваем. Или же, напоминаю, что пикты дают половину веры от силы. Ну, короче, за убийство юнитов пикты получают веру. Где мой пророк, блин? Что за хрень? Нездоровая. У меня уже 170 веры. Ой, а чё это мы отступаем? А чё, уже город не надо ставить? Ну, если я следующим ходом фасткликну и захвачу его посила, то игра на этом закончится. Может мне этого не делать? Типа, поиграем подольше. Ну, он, конечно, очень самонадеянно тут всё. А, нет, он всё-таки ушёл. Ну, ладно, играем, значит. Вот он реально вот сюда хотел... Вот, скорее всего, вот... Сюда он, скорее всего, хотел поставить город. О, блин, уже дуболомы варварские. Ай-яй-яй. Так, нужен тут ещё пикт. Давайте-ка пикт сначала сделаем. Сейчас меня будут грабить, и я с минус счастья буду... Где, блин, пророк? Да вы прикалываетесь. Ну, вот, видите, он там поставил город. Ну и нормально. Вообще не возражаю. Так, пока не забираем. Сразу выкупил лошадей. Ну, кстати, хорошая идея мне тоже тут город поставить, но я пока не знаю. Ну, вот сюда точно надо поставить город. Хотя у него все города на море. То есть он... Вот этот-то город вряд ли берётся голиасами. Я бы, наверное, всё-таки на море пока не особо спешил. Наконец-то. Пикты кому будут поклоняться? Православными сделаем пиктов. Пиктов. И пагоды. Так, ну я бы пока тупо пагоды покупал. У меня нету смысла укреплять религию. Ну, я верну. Кстати, это, походу, тот рабочий, который он украл у Бухареста. А мне культура нужна в моём случае. Ну, наверное, отсюда буду атаковать. Вот так. Так, можно начинать разбираться с лагерем. Так, тут мы стоим, ждём. Лес я точно не буду вырубать. Он мне пока... Ну, сейчас не буду вырубать. В дальнейшем может быть. Да, блин. Ну, где-то тут надо постоять. Надо полечиться. Пиктон. Тут красители. Ну, шо, к золоту, что ли, пошёл? Так, стоим. Так, а где четвёртая, интересно, ГГшка? Бухарест у нас надолго. Ну, на... Бля, чё так быстро снижается? Ну, ходов на десять. Так, Монако. Улучшаем отношения. Так, где-то тут лагерь. Наверное, стоим тут лечимся. Тут начинаем разбираться с лучником. Так, сколько у чувака городов? Три, наверное... А, так это только второй город был? Хм. То есть, это был второй город, и он хотел вот сюда его привезти, поставить. Интересно. Ну, у меня ещё тут город влазит, тут город влазит, сюда город влазит. Какую-нибудь ГГшку забирать. Можно на Гену, кстати, забрать. Хотя Генуя на счастье. Ну, и на культуру тоже важные. Так. Ну, что, караваны начинать делать? Ну, юниты нафиг надо. Ну, я не знаю. Светилище нафиг надо у меня. И так пока не мерена вера. Светилище одну веру всего лишь даёт. Ну, и смысл. Так, а что у нас действительно вон куда вышел? 84, 65, 84, 68. Что, тоже вместе со мной в математику, что ли? Ну, я не ради Петра иду, я скорее ради рынков туда иду. Так, где-то тут лагерь варваров. Так, растут. Этот растёт. Только столица не растёт, потому что я там... Только потому что я там строю пирамиды. Ну, амбар. Не знаю, я не думаю, что мне стоит рабочих делать. Хотя... Так, а что мне следующее взять? Наверное, каждый город меньше культуры. Ну, я всё равно после пирамид буду или вырасти в Эдинбурге хотя бы до 4-х. Давайте в защиту встану, посмотрим, куда копейщик полезет. Так, надо будет всё ещё куда-то так вот... Хоп! Пролезть, чтобы он меня не увидел. Ага, вот и Мамбаса. Ага, вот и Мамбаса. Ага, вот и Мамбаса. Дублин вырос. Кардив вырос. Кардив растит дальше. Нормально. Дофига счастья. Чуть-чуть не хватает. Ладно, пускай он рабочего захватывает. Или нет. Нет, давайте нет. Он может... Я думал отвлечь, типа, от разграбления, но он и разграбит, и захватит. Ему хватит ходов. К сожалению. Так, а я эти открыл. Лагеря не открыл. Но я открыл дороги. Давайте, наверное, собственно, этим и займемся. Хотя бы вот здесь, да? Остаю, лечусь. Блин, хотя бы, наверное, тут счастье может... Ну ладно, надо запускать золотой век. Просто вторая, там, которая соединенная дорогами, она еще просто тупо не работает. Блин, он там на руинке даже не собрал у себя. Ничего себе. Нормальненько. Ну, то есть я полностью сейчас карту контролирую, на самом деле. Так, давайте мы тут постоим, чтобы варвары свалили оттуда. О, он его убил. И забрал, черт. Ладно. Но он, по идее, моего скаута сейчас не видит. О, он его убил. Валим. Ну, тут, скорее всего, убьют скаута. Блин, надо как-то... Мне надо как-то... А, я увидел уже его столицу. Все. Тогда норм. Так, сетлера или вырастим? Девять ходов. Давайте сетлера. Побыстрее, не три хода. Пошли. Тут разберемся. Ну, с мамбаса попробуем, да, не взять. Да. У меня все еще армия сильнее. У тебя пять и два жителя. 52-й ход. Он вообще... Так, как мне тут скаута лучше? Наверное, сюда надо прыгать. Тут точно убьют. Ну, тут, правда, там точно тоже убьют, на самом деле. Ну, хоть отвлеку от лагеря. Так. Так, встану. Ну, давайте. Давайте, светилище. Ну, и что, он решил не трогать моего скаута, что ли? Решил лагерем заняться? Так, ну, тогда мы сейчас сюда вернемся. Блин. Или он не увидел, куда я убежал? Черт, хороший скаут был. Но он свое дело сделал. Так, а вот тут, наверное, мы и не против, если он захватит этого рабочего. Раз, два, три. Ну, наверное, поведу тут дорогу в Кардив. Ну, прокачка на две. Так, подожди, могу ли я с Мамбасы? Нет. Попробуем сейчас убить этого парня. Я думаю, он мне там кого-то убил. Так, норм. Теперь повели дорогу сюда. А здесь повели дорогу сюда. Я ему уже два, да, этих убил? Да, жалко. У меня, наверное, видимо... Нет. У меня маловато армии просто. Ну, сейчас мы убьем еще этот лагерь. Отдадим рабочего Мамбасе. Так, вот это интересный вопрос. Но я бы, наверное, этого посела все-таки сюда повел вставить. Прямо сюда. Я понимаю, что девять ходов. Но оно того стоит. Имху. А давайте мы попробуем. Хотя оптика... Ладно. Давайте так и так. Полечимся один ход. Потому что тут не получается так двинуться, чтобы и тем, и тем было норм. Что бы и тем, и тем пиктом можно было проатаковать. Блин. В Эдинбурге сдох. Я стояла на поселе, как всегда. Как всегда, блин. Это я, конечно, тупанул. Так, откуда у нас караван самый норм? Норм... На деньги, имею в виду. Из Эдинбурга в Бухарест. Да, норм. Генуя... О! Генуя хочет, чтобы я это присоединил. И... По религии. Точно первый, да. Давайте тогда... Из Эдинбурга в Бухарест. Из Эдинбурга. Темп. 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 ну минус пик скорее всего но зато с мамбасой союзник надолго еще сейчас гену и немножко задружимся так я думаю что тут надо уходить этим пик там попробую но кстати если я фаст кликну то ему тут через речку надо будет переходить он не сможет меня про атаковать но еще и не давайте вылечусь чтоб точно не не потерять мне бы монако за союзе как-нибудь но он торговца хочет которую меня нету петру а я могу построить на меня нету пока производства кстати он тоже может у нее все еще 53 но он явно тратит кучу производства и развития на постройку вот этих лучников что я могу с выгодой собственно для себя и использовать ты может все-таки лучше сюда поставить я что-то меньше боюсь голиасов чем чем его этих лучших потому что если я тут ставлю город он вообще так легко обстреливается а тут он этими лучниками не берется только си гляд сами обновь все-таки сюда ставил скорее всего минус и счастье за связанные города так я наверное минут вопрос взять инженера или или ученого я бы все-таки верно ученого в данном случае брал я не думаю что он мачу-пикчу вообще будет за закрытие за закрытие воли можно любого великого человека взять сюда его расположен давайте оптику открою 3 рему прощай пик нет не хватило тебе ходов вот он живодера блин сейчас сюда рабочим встанет черт а у нас тут таран какой-то едет да кстати тарана еще очень неприятная штука очень тяжело город защитить от тара ну просто перед ним надо конечно встать так не у города вообще расти будут нет все еще 53 до сих пор поразительно так и у меня религия не распространяется миссионера купить 1 может тут петру построить они вот stoneworks ну ладно чтобы города росли у меня блин 12 счастья так пошли в гильдии так вот если с этим лагерем конечно да как-то разобраться господи он ведет посел но он не успеет конечно так раз два три раз два три он может вот тут где камень поставить если захочет но он не успеет как я говорил я выкуплю сейчас хлопок просто удачи можно к эти крокота увы купить но я думаю нафиг надо у меня такое странное желание сюда гоню я тут конечно понимаешь тут место хреновое а вот все таки так поставил ну 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 пускай захватывает рабочего за он уже очень сильно по развитию отстает блин жалко вот монако мне бы монако как-то засоюзить монако мне реально не хватает так он же сейчас может куда-то сюда побежать давайте наверно пик то сначала сделаем здесь так а у меня там еще не набилось интересно на на ой до генерала еще далеко ну смотрим демографию 74 еды короче еды в три раза производства в два с половиной даже по науке короче короче играть через традицию для него было ошибкой и чуть больше пиктов построим не починю здесь ферму не буду переключать ну вот чувак уже начинает это беситься что типа медленно играю переключаем первый признак что хочет ливнуть понимает что проигрывать причем не сидеть а и так и так 3 рынок быстрее достроиться ну у человека играющего через волю всегда много юнитов не знаю почему он этого не понимает как пишет ну короче я думаю пару ходов и человек ливнет надо инженерное дело открыть стоите как то через речки хреново бегаю ну не знаю но не знаю что не знаю не знаю надо его вот эту лошадку конечно завалить переключать на покупку пагод лечимся тут лечимся поведу дорогу наверное к нанту держим тут для ремонта давай и прыгни куда-нибудь по идее должно хватить убить его мачу-пипчу один ход мавзолей в гели карнасе ну давайте петру начну не они я какую петру это посела на петра посела сделаю есть два хода только потом не забыть переключить на еду опять жители не умерли напускать стоит это рабочий конечно тоже до бухареста доберешься интересно ну я все еще ходом убью нет не убью дальше прыгнул так что у нас тут под рубежком торговца петру шелк он еще даже по моему средневековье не вышел настолько у него все классно да в классической эпохе через традицию в классической эпохе 632 да ну это конечно не хочу спешить с выводами но ощущение что я тут уже выиграл может тут петру тогда как этого пусть он не мне бы еще одного пусть его сюда поставите все мое замечательное расселение закончится сначала сюда поведу чтобы уже тут избавиться от варваров в тылу ну я могу мачу-пипчу выкупите дублетку и мачу-пипчу построить давайте нет давайте мачу-пипчу вот это оставлю место напоследок пускай он вырастет до пяти до семи что он решил что эту клетку обрабатываю и он что там разграбил мамбасы ну краситель у меня и так есть так в принципе караваны можно чем я думаю что можно внутри городов посылать тут уже на деньги не так важно о подождите я я лучше приму набожность и дешевле буду строить тогда давайте ну колизей давайте все все вам счастье точно будет нужно постоянно да блин просто прикол мне не хватает его еще убить но охренеть тут как он тут появился блин не убьют этого пик то я не могу его спасти тут болото тут лес просто охренеть конечно как появляются варвары постоянно именно вот в тех местах где самая жопа варвары блин не убьют не перемотать ... как это в дублине куплено мне слушайте не убили вау это мне свезло так начал надо принять набожность в два раза быстрее строится святилище и храмы кстати а может нет храм собственно и пойти что святилище то ладно вот храмы не открытые храмы больше будут давать всякого разного о чем я несчастье наступило было же плюс 7 вроде а генуя перестала быть союзником черт а и 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 поплыли хочу показывать ему что я сделал три рему крокота у тоже не особо хочу выкупать у него денег у него меньше денег у него даже минус 1 господи что-то традиция не задалась да тут пофигу у меня это этот метка лук раньше скаутом был нормально по холмам бегает козликом про мартиниты ну для его юнитов конечно это норм но уже как-то его юниты уже не работают скажем так я понимаю что у меня минус счастья но этот караван позволяет перекинуть больше на производство кстати мы вот тут где-то будем стоять нам же надо еще один город поставить будем там засвечивать надо с этой стороны оплывать и надеяться что он посылает но я посмотри почему столица 6 у меня столица 6 через волю мне через традицию 6 так что я очень сомневаюсь он там посылает караваны 34 еды что он вообще делает строит постоянно свои своих этих раз-два-три-четыре-пять-шесть и седьмой город здесь будет ошибись так что гг-шки хай ну петру я строю монако обратить о вот это интересная идея вообще у меня какая-нибудь города но вот эту труру по идее должен скоро обратиться а вот нант вряд ли пока о дуглас сам обратился зашибись так в кардифе у нас еще наверное не куплено по году до кардифе по году купить в дугласе ну что я больше рабочих сделать хотя и Я вроде уже тут обрабатываю Все что можно Оракул надо Вот Рура сам обратился Кайф Денег Петра А на Монако как? Ну а три Монако тоже должен скоро сам обратиться Сейчас чисто на веру Денег дофига Поэтому можно потратить Какую-то часть и на религию Так Дальше пошли вот сюда У нас пикты апаются в пикинеров Наверное давайте через Наездников Да в Эдинбург Давайте отъедаем Эдинбург Потом можно и в арбалеты пойти Хотя в арбалеты уже могу Нет давайте через Сначала в гражданскую службу Потом в мастерские и арбалеты Вот как-то так Ну вообще как по науке-то Отстает на две тихи Опять засоюзил Бухарест Ну это благодаря Петре Так а шелк мне в общем-то негде взять Да только у него А вот шелк Так я сейчас еще выполню задачу Для Мамбасы Еще раз Шелк в Бухаресте был Так давайте этого пикта к Нанту Просто отправим Ну какой тут замечательный проход Чтоб тебя никто не увидел Наконец-то он до семи вырастил Столицу Вау Он наверное ждет Пока я не выращу до семи И он не выращивает Чтоб типа по-честному было Такая классная ему цивилизация досталась И он так грустненько ее С ней обошелся Кстати Мавзолей в Геликарнасе Давайте Оракул я может в Кардифе построю Подождите Уже явно нету Светилища Через волю необязательно юниты держать в городах Так Оракул Везде чудеса строим В общем наверное вот это Лучше починим Буду тут стоять Наблюдать Пустит ли он караван Он там меня Не обогнал еще по армии Он вообще Не почему меня не обогнал Ну не знаю Имеет ли смысл тут дальше играть Я вообще Не очень понимаю Что он может тут сделать мне Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Оленей Тоже как и можно вырубить лес Спокойно В два раза больше очков Висячие сады построил Вы ж посмотрите Так Кардив Труроа Из Дублина Давайте караван Блин А там Сейчас бы Сделался Сам Надо было Из Дугласа Наверное А тут нету Амбара Сейчас после этого Храма Еще один Еще одного Посила Заделаем Я уже начинаю вырубать лес Тут мне плюс-минус Одна Вера Ничего не дает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рядом с реками Сейчас еще куча еды Появится Наверное Дискаунт на покупку Зданий Ну то, чтобы пагоды Быстрее покупались Во всех городах Так Караваны Чеченица Ну давайте тут Гильдию писателей В разных городах Их сделаем Здесь можно Чеченицу Я думаю И давайте пока На счастье Ну да Я бы наверное Прямо на На красители Ставил Так Из Нанта По-моему я могу Отправить Да Пагода Пагода в Нанте Куплена Или строить Чеченицу Все-таки Плюс 4 счастья Не, наверное Надо Вряд ли он Ее строит И вряд ли он Вообще Так У меня 4 каравана В Эдинбург Да Да Надо Леса Кстати В Эдинбурге Улучшить А то я какие-то тут Производства нет Все-таки Я вот эти два леса Наверное оставлю Вот этот Вырублю Производства Не особо много Последний город Уже все Все тут О, Монако Кстати Засоюзилась Потому что Обратился В религию Ну, сейчас Вся карта Будет в моей религии Тут В общем-то Так Чувачок Ты что-то Попутал По-моему Ты что тут Меня Обстреливаешь Так Вот Гену И бы Опять Засоюзить Нечем Да Давайте Наверное Дадим Просто 250 Денег Кусто Ну, счастье Дает Нормально Ну, че Апаться Пикинеров У меня так Будет Долго Бить Вот Тут Кстати Конюшня В тему Будет Ну, я поставлю Город Я понимаю Чтоб Минус Счастья Ну, я sí Ну, да Давай, бомби моего пикинёра. Так, может тут стены поставить на всякий пожарный? Не помешают, короче. Тут конюша, вот в Эдинбурге точно надо будет конюшню сделать. Здесь, наверное, пошли в амфитеатр. Не, гильдию артистов можно, да. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А это что у нас тут такое? Рабочий не нужен был, да? В Глазго. Религия. Так что, где у нас уже точно есть пагоды? В столице, понятно. Дублин, Кардиев, Труро, Нант, Дуглас. А, так везде. Всё, переключаем на пророка. Что, нам надо укрепиться, взять мечети. А потом тупо победить туризмом. Не выделываясь. Так, торговец. Деньги хочет. Музыканта. Великую стену мы не можем строить. Эхо, папку били тререму, да. Забыл я про неё. Ну, он там только своими этими лучниками бегает. Всё, что он умеет. В общем-то. Так, ну всё. Тут... А, давайте, может, купим эту клетку. Стоит 75. Нет, куплю. Всё-таки производство. Я просто лечусь больше, чем мне он урон наносит моим пикинёрам вот этими юнитами. Ему бы отсюда хотя бы попробовать. О, догадался. Подсказал, наверное, кто-то. Отсюда забежать ко мне в тыл. Ну, логично. Подойти не дам всё равно это сделать, но... Попробовать ты должен был. Как выглядит демография. Религия основана. Нифига себе. Где? 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 так три хода до религиозной толерантности и реформация откуда я просто начну давить к этому моменту меня должно должен должны быть мечети хочу давить туризмом и он проиграл храмы могу я великих раньше не могу видеть один из великих храм теологии у меня смысла нет с другой стороны типа его строить так у меня как пожар все распространяется и зачем откуда у него там вера накапала и зачем он принял вообще религию вряд ли ему это поможет только мамбаса еще только не в моей религии хотя на нее вообще просто не дотягивается до нее чистом хэнш построил о да это конечно так ну мечети защитник веры чисто чтобы он не взял на всякий пожарный я нами кажется реликварии было круче потому что быстрее бы я веру набрал и быстрее бы купил эти самые мечети все тут чисто сидим ждем победы туризма только сейчас средневековье вышел прикиньте гражданскую службу причем но наверно в универы ну конечно очень слабенькое развитие думаю он слишком много потратил сил на постройку всех этих коняшек и много потерял фикты в общем то неплохо они там не считаются а фикты и не имеют кстати никакого бонуса против коней я вспомнил по моему да они за рубежом имеют бонус 20 к силе за рубежом и соответственно они очень лично в работе у них нету бонуса против коней так что вообще пофигу да они заменяют копейщиков которых бонус против кавалерии но пик ты не имеет этого их просто бонус за рубежом но кстати он по моему не передается пикинером если не ошибаюсь они передаются шива побьем чем выделывается что время колосса наверно ты больно пожалуй отступим вылечусь и отступлю я могу уже и арбалетами пойти его снести сколько всего тут могу тупо влом хочется тихонько посидеть и выиграть может тут как это уже купить каждый ход ну через ход у меня мечеть по и покупаются пшени сотку стоит у нас до реформации осталось ходов 8 ходов через 8 ходов я беру реформацию которая дает туризм с каждого религиозного здания и считаете у меня будет раз-два-три-четыре-пять шесть семь 14 зданий а там 2 туризма 28 туризма кстати я не знаю а победим ли мы туризм посмотрим по идее должны задание новые появились все тут торговца хочет музыканта караван в геную а может кстати выйти в гляс и глясами его завалить неужто он начал наконец-то отъедать столицу 13 что-то было давным-давно делать и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Давайте я могу сейчас уже, да? Да, давайте сейчас Примем реформацию Две, два туризма За каждое здание Посмотрим, как оно пойдет Ну там явно культуры мало Две, два туризма Можно удалить пока В Генуе откуда самый дорогой? Из Эдинбурга В Эдинбурге просто куплю уже Тараван Так, вот здесь нам везде Надо сады сначала строить Один ход Ладно, этот в Эдинбург Следующую, которую купил Отправлю в Генуе И запускаем Золотой век Если бананы не на холме Нету смысла их обрабатывать Лучше их так оставляете Так, как-то Там у нас Туризм Ну, плюс 25% От Того, что он в моей религии Кстати, он вряд ли ее сможет Очистить Прямо вам скажу Это ему надо еще одного Апостола делать А давайте Водяную мельницу Так, ну у меня осталось Только в Глазгу мечеть Для купить Так, плюс 12 Это надо все Города на рост переключить Что за? О, что он думает? Та-то Что? Что Города на Немного Водяной Анат Нет, так пускай будет. Кстати, надо бы открыть оптику. Фу, маяк построил. Великий, что он строит? Зачем он это все строит, интересно? Нет, сделаю тут рядом с рекой, буду делать фермы. Еще покупать нечего. Но мы когда закроем полностью набожность, у нас с великих пророков вот эти места будут кучу давать золото и культуры. Будем вокруг Эдинбурга великие места рассаживать просто. Так, тут бы я стены на всякий пожарный. Ну, давайте Нотр-Дам, потом в астрономию, я думаю. Ремайнд милейта, но они будут автоматом этих покупать апостолов. Глянем, что там, что там у нас с туризмом. Ну, порабощаю постепенно. Так, Бухарест готов за деньги на все. Все, давайте ему так сделаем. И там кто-то еще шелк хотел. Какой-то из городов. Клазгу. Пойти, что ли, этого пообстреливать. Юниты без дела стоят просто. Юниты без дела. Ну, и как раз закрываем набожность. Появился пророк. Даже два пророка. А, за закрытие набожности дают. Ну, давайте одного сюда. Я понимаю, что пустыня, но все равно зашибись. И вот сюда. И вот сюда. И вот сюда. И вот сюда. надоело мне хочу сидеть про ничего не делать пойду галиасами чули поразвлекаюсь пока не обрабатываю не особо культур давайте просто сравним 351 1486 типа насколько увеличивается туризм и насколько культура 351 486 там конечно 35 мне интересно сколько культура увеличивается а гена блин что не уже гляз и были это плохо ну ладно мы это просто чуть дольше куда он поперся так где у нас еще может я зря так конечно вы выперся но ничего работаем от кива убившись еще уходом это он так я думал просто подвел ну ладно ладно я тут поставлю тогда получается вообще надо подумать еще немножко самую капелюшечку а и и и и и Сидел, ждал, когда я выпрусь Смотри на него, ладно Я думал, чего он ждет? Чего он сидит, играет еще Чего он сидит, играет еще Уже два этих генерала, господи Он тупо сидел В войну поиграть, чтобы Ну давай посмотрим Как у тебя это получится Давай, давай Я уже все у себя построил Все, что мне надо было Каких-то голиасов наделал, господи Господи Не, несомненно Вот это то, что я тут Ну, мне уже надоело сидеть Ничего не делать Блин, я так и не сравнил 456 1540 Короче, 1540 надо запомнить Посмотрите, как у него Набивается именно Вот эта штука Мало 2 1 1 tr 2 6 1540, да, было? Ну, следующим выходом, каравелка, ну, чтоб не совсем уже скучно было, видите, хоть немножко развлечемся напоследок. Нам главное вот этого Голиаса убить, вставить сюда, по каравеллу и, собственно, на этом всё. Так, давайте шпиона. Давайте шпиона к нему отправим. Дальше, наверное, так и так. Так, или вообще во фрегаты? Давайте во фрегаты, чё я? Фрегаты тут просто решают все проблемы. Блин, я так и не посорел, да, 540... Ладно, было... То есть, 48 за 2 ход, то есть у него 24+, а у меня 35. Ну, по идее, да, должен в итоге культурой победить. Я уже все клетки все обработал. Игорь Негода не достроился коляской ну что место место не было куда поставить его ну чё сдавайся чувак пора все может хочет свою каравеллу убить так куда нам уже размещать этих знаете вот сюда поставлю куда ты там побежал да там те надо вообще уже вверх а и и все ливнул чувак ну вот такая партия получилась в общем за гуна очень плохо человек сыграл тем более еще и через традицию очень плохо отъедался то есть я воспользовался всей своей территории вполне и вот это в конце это просто нечего делать уже но и я бы мог просто сидеть и ждать к туризмом победили мы бы победили но я решил немножко форсировать это все дело в любом случае спасибо что посмотрели вот такая дуэль получилась традиция против воли гуны против кельт в но тут еще такое место я тоже мог наверно в традицию посидеть поиграть но в принципе у меня дофига ведь раз два три 4 5 6 7 городов вообще спокойно поставились 7 городов для воли вполне нормально я мог бы еще может какие-нибудь эгэгэш это тот же бухарец захватить у него очень странное расположение городов ему несовременно надо было тут город ставить вместо вот этот головы и вообще непонятно для чего то есть в надежде когда-то крокота у получить непонятно честно ну чуть чудеса типа мои были но они такие средние это чудо вообще так себе крокота у только в самом конце то есть тут не сказать он первый нашел гэгэш ему конечно надо было может и правильно то есть ему было играть в волю точно так же вы наверно ставить города но через волю вот в эту сторону и клепать постоянно этих своих конных лучников там через гену и на меня лезть на этом все играйте в умные игры всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до до следующих видео до следующих видео